Начиная с 2015 года количество происшествий на дорогах Барнаула сократилось почти в два раза, а число погибших в авариях почти на 40%. При этом основная причина ДТП в городе – наезд на пешеходов. По-прежнему большой проблемой остаются водители, управляющие транспортом в нетрезвом виде. Это показал и прошедший год. Количество ДТП с участием водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения мета-свидетельствования, увеличилось на 17,6% с 51 до 60, погибших на 50% с 6 до 9. В 2021 году в Барнауле удалось ликвидировать 31 место концентрации ДТП. Так в городе улучшили освещение в районе 192 пешеходных переходов и установили светофоры на ряде дорожных участков. В 2021 году у нас выполнено устройство пяти светофорных объектов. Такие адреса, как Взлетная и Сиреневая, Комсомольский и Интернациональная, Георгий Васухобатором, Георгий Саково-Островского, проезд Сервосихинский-Шумаково. В прошлом году сократилось количество ДТП с участием детей более чем на 13%. Как сообщают в мэрии, сегодня все подходы к школам, которые имеют выход на проезжую часть, оборудованы по национальным стандартам. А за школьниками регулярно проводят беседы. В городе созданы и работают 147 родительских патрулей. Но, кстати, смотреть, что у нас в школах всего 87, 147 патрулей – это уже хороший такой уровень. В целях проверки использования световозвращающих элементов, соблюдения правил дорожного движения, с октября по декабрь 2021 года проведено более 100 родительских патрулей. Несмотря на положительную динамику в целом, городской комиссии есть еще над чем работать. Поэтому в ближайшее время будет сформирован план по обеспечению безопасности на дорогах города на год. Во многом именно от его исполнения и будет зависеть статистика и дорожная ситуация уже 2022 года. Ирина Корчагина, День с толком. Ирина Корчагина, День с толком.